И всем привет ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик по обзору охоты за звездами на первую десятку игроков, которые у нас будут бороться за топ 10. Второй день у нас уже прошел, записываем мы уже в середине третьего дня и по расстановке места у нас немножечко уже что-то изменилось. Сегодня пройдемся по топ 10 игрокам, посмотрим их рейтинги, посмотрим насколько круто кто-то из них за этот первый день понедельничный у нас подкачался, развился, сколько вообще в принципе реально набивать за день кристаллов. Все это мы сегодня посмотрим, я понял что вам это в принципе все это дело интересно, я подумал что в принципе стоит делать обзоры каждый день по данной вообще фигнюшечке, можно так сказать, именно обзор на охоту за звездами. Ну и смотреть как будет все это дело у нас меняться, насколько жестко игроки новые будут появляться у нас в этой топ 10, ну и сразу хотелось бы сказать про игрока, который уже остановился, хотя мне сказали что этот игрок будет бороться за топ 10. Сейчас он на 12 месте с ником Куница и в итоге за сутки он поднял, если не ошибаюсь, но вчера вечером у него было 1000, 1004 походу звездочки, то есть 20 звезд он набил, поэтому я уже почти со 100% вероятностью могу сказать, что данный игрок не будет бороться за этот топ 10, хотя может быть что-то изменится, но в принципе по данному игроку будем смотреть что-то как будет меняться. Что касаемо топ 10, то для никого не секрет, в принципе то что сейчас в топе у нас 4 киберспортмена, из них 3 игрока, это King of TP, Advocat и Avetis Mergelian 2 состоят в команде Team Pointers, являются именно игроками нашей команды, и именно эти 3 игрока играют одним, трио, которое является я думаю на данное время одним из самых быстрых, трио, которые набирают звезды именно таки на данном ивенте, также вчера я сделал очень такую жесткую оплошность, за которую уже в принципе получил негативный комментарий, это было у нас так, то что я сказал, то что они за час троем набивают по 120, от 100 до 120 звезд, конечно я с этим очень таки ошибся, это у нас не 120 звезд за час, а 50-60, то есть в два раза больше я взял, не знаю почему мне вчера в голову взбрело именно эти цифры, я в принципе хотел сказать, от 50 до 60, в итоге умножил на 2 и получилось так, что сказал от 100 до 120, ну короче, как-то так, извиняюсь за это, конечно же такие цифры это просто нереальные, как можно набивать так много, многие мне написали и конечно же я извиняюсь за эту оплошность, они набивают около 50-60 звезд за час, но и это является очень таки большими цифрами и поэтому я могу с уверенностью сказать, что в данном случае данный набор звезд у данных игроков является одним из самых быстрых, и по этому поводу я могу сказать очень много, потому что вы видите, насколько вчера был отрыв у нас первого игрока, от второго у нас был отрыв вчера 200, сегодня этот отрыв уже составляет 100 звезд, поэтому я могу с уверенностью сказать, что игроки именно такие трио Тимпоинтерс, в принципе, если продолжат так же набивать звезды, то спокойно смогут сравняться с первым местом, а на первом месте у нас, как все уже знают, Джекомикс, который уделяет этому очень много времени и не хочет потерять данную позицию, не знаю, будут ли они топить именно на первое место, надо ли им это или не надо, не знаю я точно, я у них в принципе это не спрашивал, но не в этом суть, сегодня именно пройдемся по профилям, посмотрим сколько за первый день, за первый понедельник уже набили игроки кристаллов, именно посмотрим обзор именно набора опыта, звания в принципе топ-десятки и в принципе все мы там разберемся получше, я уже открыл все эти рейтинги, немножко пробежался, посмотрел и в принципе заметил, что King of TP, он же Тёмик, на первом месте уже по кристаллам, его заработок кристаллов за первую, ну больше первой половины дня уже, второго дня у нас прошло, но это у нас сегодня понедельник, поэтому в рейтинге это считается как первый день, и он набил уже больше 100 тысяч кристаллов, это очень хороший показатель и в принципе если он так продолжит набивать, то к концу недели можно замахнуться на каких 800-900 тысяч кристаллов, набитых в принципе спокойненько, но если конечно поднабрячься вообще жестко, то 1 миллион кристаллов можно набить такими темпами, я думаю, что это вполне реально. Что касаемо звонок, я уже сказал, что у нас получается второе, третье, пятое, шестое место, это у нас легенды стопроцентные, так как за этих игроков я знаю, все они как бы мне известны, играют в турнирах различных, ну а что касаемо Миксули, то у него звание лейтенант по именно таки набору опыта, у него не так, ой, не набор опыта, а набор кристаллов не так круто конечно же, по опыту получше, больше значит набивает, нагибает, но сами понимаете, чем больше звания становится у данного игрока, тем сложнее ему становится набивать данные звезды, так как вооружение по сути у него не прокачивается, не улучшается, а игроки появляются в матчмейкинговых боях намного выше званием, и в принципе есть даже те, которые уже специально заходят в катки, чтобы его пытаться нагибать. Пока это конечно жестко у них не получается сделать, но тем не менее пытаются как можно больше отвлечь свое внимание именно на себя, и тем самым сделать так, чтобы данный игрок набивал как можно меньше звезд. Пока в принципе это ничего не удается, но в принципе через несколько званий, если все так продолжится, и он не прикупит себе какое-нибудь жесткое нагибаторское новое вооружение, у него могут быть большие проблемы, хотя в принципе улететь за топ-десятку при тех раскладах, которые у нас сейчас проходят, у него отрыв уже 500 звезд от 10 места, я думаю, что это уже почти нереально. Так, по топ-1 я все рассказал, по Тёмику в принципе второе место, стабильно жестко идет, даже сокращает уже отрыв до первого места, так же как и Адвокат, хоть и отстает от второго места всего лишь на 80 звезд, так же неплохо идет, но в принципе тут ничего не секрет, они играют Трио, Адвокат, Кинков ТП и Аветис Мерген Лян, так что в принципе здесь не может быть никаких новшеств, никаких там, не знаю, сюрпризов. Данные игроки, если продолжат играть таким Трио, то в принципе спокойно удержатся в этой топ-десятке. Что касаемо Лоста, который сейчас у нас занимает, какую строчку, занимает он пятое место, не могу ничего сказать, как он набивает, с кем он набивает, один он набивает, не один, я не знаю, если вы, ребята, знаете эту информацию, то в принципе можете отписать по этому поводу в комментарии, но в принципе у него тоже очень-таки хорошо идет, я, честно говоря, не знал, что он будет набивать именно-таки на Фрис ХТ, но как вижу, что он старается и значит будет именно эту топ-десятку пытаться удержать. Дальше, расскажем про игрока с ником СССР 90-х, заметил я его вчера, заметил, что звезды набивает игрок именно-таки ночью, не набивает он звезды днем, ну, возможно, сейчас он днем тоже уже начинает их набивать, но большую часть именно этих звезд я видел, что он набил ночью. Это другой стиль игры, немножко он отличается от других стилей, так как ночью есть такие сведения, что ночью набивать данные звезды проще, чем-то. Хотя, карт меньше игроков, меньше, поэтому тут такое спорное решение, может быть быстрее, а может быть и наоборот хуже, так как карты забрасывают медленнее, значит, медленнее у тебя получается прогрузка в карту, значит, меньше звезд ты суммарно за час сможешь набить. Если бы здесь бы дополнительной был бы вот еще строчка именно-таки набития за час звезд, было бы очень-таки интересно, вот кто видит мой курсор, вот здесь бы, если бы еще бы набитие за звезд за час было бы, было бы очень-таки прикольно, можно было бы посмотреть, именно сколько звезд набивают игроки за час. Так, что касаемо дальше, я открывал рейтинги СССР 90-х, у нас тоже легенда. Вот у нас интересный персонаж, VIP YouTube VIP, он занимает у нас 8 место, и как я понял, тоже нацелен у нас на топ-10, но пока, что касаемо именно-таки 8, 9 и 10 места, я не могу ничего сказать, честно говоря, так как у меня есть такое мнение, то, что данные игроки, в принципе, могут слететь с этой топ-10, потому что есть у нас жесткие игроки, знаю я парочку таких, если они, в принципе, соберутся. Один из них является Black Angel, не знаю, почему он ночью не набивал звезды, для меня это, конечно, было очень-таки неожиданно, даже я бы сказал, потому что игрок этот играет так же самое, как и СССР 90-х по ночам, и я думал, что он именно-таки будет набивать эти звезды, но почему-то за эту ночь, за ночь второго дня, он не набил вообще, в принципе, ничего. Для меня это странно, поэтому, в принципе, будем следить за данным игроком, интересно мне он, будет ли он бороться за этот топчик 10 игроков, не будет бороться, но пока, что касаемо именно-таки 8, 9 и 10 места, у них по звездам не так уж много, и, в принципе, догнать их можно будет не так сложно. Ну, в принципе, все понятно, то, что топ у нас будет меняться, он не останется именно вот таким, какой он идет сейчас, и даже те игроки, которые вот занимают условно сейчас пятерку, если вдруг остановятся, не будут набивать звезды, понятное дело, что их обгонят. Ну, что касаемо именно-таки вот первой семерки, я думаю, что вот эта первая семерка, в принципе, должна оставаться, именно расположение мест может быть как-то изменится, но эта семерка должна оставаться именно-таки до конца охоты за звездами, хотя еще очень-таки много дней, все еще может поменяться, кто-то может вырваться, кто-то может, наоборот, упасть, может у кого-то там произойдут какие-нибудь ошибки, дедосы и все тому прочему, интернет-соединения не будет, может все быть, поэтому будем следить за этим всем, в принципе, ребят, поддерживаем данный ролик лайкосом, если вы хотите продолжение, хотите продолжение обзора каждый день, пишите в комментарии, кто, по вашему мнению, займет первое место, я для себя пока, я думаю, все равно оставлю микса на первом месте, так как даже при том раскладе, что у нас игроки Team Pointers, в принципе, сокращают отрыв, я это вижу, я все понимаю, но я знаю точно, что они не имеют такую цель, именно-таки пытаться забирать топ-1, им интересен топ-10, им не нужна эта первая строчка, им надо просто удержаться в этой десятке, и по сути, чем дальше будет заходить эта охота за звездами, тем меньше времени, я думаю, эти игроки будут уделять именно этой игре, так как в последние дни у них, я думаю, уже желание прям жестко пойдет, именно такие играть, так нагибать, ну и все это прочее, так как, сами понимаете, уделять столько времени игры, это не вечно, я понимаю, что все равно устаешь, ну и я бы даже, наверное, столько бы не набил, так как это очень большие цифры, это уже как минимум, они сидят 2,5 дня, за 2,5 дня, это больше суток уже уделено игре, и это жестко, это очень жестко, поэтому, ребят, нажимаем лайкосик данному ролику, для нового обзора, поддерживаем, пишем в комментариях, кто, по вашему мнению, будет на первом месте в топе завтра, да и вообще, в принципе, после окончания этой охоты за звездами, но у меня на этом все, спасибо, ребят, что посмотрели данный ролик, всем удачи и всем пока!